Минувшей ночью во всем мире наблюдали самые яркие звездопады в году. За один час в небе появлялись и угасали до ста вспышек. В науке это явление называют метеорным потоком персеидов. За необычным небесным зрелищем. Вместе с учеными следила и наш корреспондент Нургуль Ахметова. Наблюдать за таким небесным зрелищем, как метеорный поток, астрономы советуют вдали от городского шума и уличных фонарей. Поэтому любоваться звездным дождем мы решили здесь, на берегу реки Исиль. И, кстати, нам очень повезло, что это явление происходит в ночь перед новолунием. И ничто не заглушает яркое сияние звезд. Один оборот вот сюда, чтобы можно было нам плясать туда и сюда. Запечатлеть падающую звезду дело не из легких. Доля секунды и яркая вспышка в небе исчезает. Желание вы имеете в виду на падение метеорита, это очень сложно. То есть вы же заметили, что не успеешь даже повернуть головы, как уже все исчезло. То есть, конечно, можно загадывать, если оно у вас есть. Радиант, источник метеора Персид, находится в верхней части этого созвездия. Как раз именно отсюда вылетают все наши сегодняшние метеоры. Достать звезду с неба физик Василий Крючков своей сужиной не обещал. А вот показать – другое дело. Несколько дней назад эта пара связала себя узами брака. И теперь они вместе будут разгадывать тайны вселенной. Звезды, скажем так, сыграли немалую роль в том, чтобы наши судьбы под этими звездами пересеклись. Теперь это уже действительно моя звездочка, моя любовь, с которой мы также будем жить под звездами. Августовский звездопад – это не только романтичное зрелище, но и целое поле для астрофизических исследований. Есть вопросы, на которые до сих пор не найдены ответы. Бывают ли частицы, которые не вызывают яркого свечения? Есть такое мнение, что бывает. Это предельно рыхлые. Казалось бы, зачем нам нужны эти знания? Да зачем, чтобы спокойно летали наши космонавты и не переживали бы Земля не за них. Потому что любая такая частица способна серьезно повредить технику, которая летает вокруг Земли. Специалисты подсчитали, что в эту ночь ежечасно в атмосфере сгорали до 100 метеоров, образуя эффект падающей звезды. Нургуль Ахметова, Дмитрий Рура, Петропавловск, 24КЗ.